Группа управляющих центральными банками и главнадзорных органов согласовала во Франкфурте глобальные правила, призванные обеспечить стабильность банковской системы. Реформы разрабатывали около 10 лет в рамках Базеля-3. Это соглашение, призванное устранить недостатки в финансовой системе, которые привели к глобальному кризису 2008 года. «Реформы, которые сегодня утвердили, если говорить в общем, сфокусированы на сокращении регулятивной неопределённости. Сегодня мы, в частности, говорили, что регулятивная среда станет намного более определённой, чем раньше. Теперь нужно это внедрять. Процесс разработки завершился». Глава группы и председатель Европейского центробанка Марио Драги сказал, что главным пунктом стало введение общих правил для расчёта рисков в отношении кредитов, включая ипотечные. Такие расчёты банки раньше проводили сами, и результаты часто сильно расходились с оценками регуляторов. При этом итоговый результат напрямую влияет на объём резервного капитала, который имеется в банке на случай кризиса. «Без сомнения, эти меры сократят излишние, нежелательные и часто неоправданные расхождения в объёмах капитала, предназначенного на случай кризиса. Вот ключевой пункт этих реформ». После всемирного экономического кризиса спасать некоторые из крупнейших мировых банков были вынуждены налогоплательщики. Реформы в рамках «Базель-3» призваны не допустить того, чтобы в случае непредвиденного кризиса в первую очередь страдали частные инвесторы. «Достичь соглашения было сложно. Теперь будет также сложно добиться того, чтобы все регуляторы приняли и внедрили соглашения своевременно и последовательно». «Внедрить все реформы можно будет после их ратификации в странах, входящих в базельский комитет. Это государство так называемой «группы десяти», куда входят в том числе США, Великобритания, Франция и Япония».